Сегодня Джо Десена прыгает с парашютом, отправляется в пешие походы и устраивает спартанские гонки. Наслаждается жизнью. Но 10 лет назад, когда с банкротством старейшего банка Лемон Бразерс стремительно понеслись под откос мировые фондовые рынки, Джо был уверен, его будущее летит в ту же яму. Смешно вышло. Я был в Вермонте на нашей ферме в окружении полдесятка трейдеров. Мы сидели и занимались оттуда нашим бизнесом в Нью-Йорке. Я уже перебрался в Вермонт, когда рынки посыпались. Я потел, мои клиенты потели, все теряли колоссальные деньги. Я отчетливо помню тот день. Вечером я вышел в поле и сел в трактор. Хотел проветрить голову. Я думал, все кончено, мир летит к чертям. Там в поле был 80-летний фермер. Он сказал мне, все вернется. Я еще подумал, он понятия не имеет, о чем говорит. Но на самом деле все это побудило меня изменить свою жизнь. В ночь на 15 сентября 2008 сотрудники Лемон Бразерс один за другим покидали здание в Нью-Йорке. Они уже отлично понимали, их работодатель на грани краха. Это банкротство стало самым громким в американской истории. Как настроение, спрашиваете? Там внутри все курят и пьют пиво. Я чувствую злость и грусть. Крах последовал за отказом правительства США вытаскивать Лемон Бразерс из беды. В отличие от других инвестиционных банков, таких как Bear Stearns. В тот момент Лемон Бразерс, как и прочие игроки на Уолл-стрит, были вовлечены в рискованные сделки с массовым ипотечным кредитованием. Пузырь лопнул, когда домовладельцы не смогли выплачивать кредиты. Банкротство Лемон Бразерс потащило за собой и прочие банки, как в Штатах, так и в других странах. В Великобритании чуть не рухнул крупнейший на тот момент Королевский банк Шотландии. Правительство решилось профинансировать структуру. Алистер Дарлинг в тот момент был канцлером Казначейства Соединенного Королевства. Секретарь сообщил, что звонит глава Королевского банка Шотландии. Он сказал, мы несем колоссальные потери, вы будете что-то с этим делать? Я ответил, вы знаете, что план есть, мы почти готовы. Сколько вы еще протянете? На том конце повисла пауза. Наконец он сказал, деньги закончатся к полудню. То есть через 2-3 часа. Это был один из немногих звонков, от которых у меня дрожь по спине пробежала. Паника разрасталась, ставя финансовые системы разных стран на колени, одну за другой. Мировая экономика вступила в крупнейшую рецессию поколения. Только в США почти 9 миллионов человек потеряли работу, и миллионы лишились своих домов. Многие аналитики потом говорили, признаки подступающего краха были на виду, но самоуверенность рынка не давала их как следует разглядеть. Эта же проблема стоит остро и 10 лет спустя. Возможно, банки и обезопасили себя. Но следующий кризис может прийти совсем с другой стороны. Откуда мы меньше всего ожидаем? Продолжение следует...